Добрый день, дорогие телезрители! Это программа Кощера Онлайн, студия ведущая Алексея Костуна и Екатерина Иванова. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Звоните, если что, а мы начнем по традиции с коронавирусной статистики. Итак, по состоянию на сегодняшний день в Кощер 14 новых случаев заражения COVID-19. Общее же количество выявленных случаев заражения COVID-19 за все время пандемии в Карачаево-Черкесии составило 20 038 человек. Из них 19 895 человек выздоровели, 73, к сожалению, скончались от коронавируса. 132 человека на сегодняшний день госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационаре, остальные лечатся на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей по всем нормам Минздрава России. Ну и пару слов надо сказать о вакцинации. Мало того, что спутник ВИИ давно уже колется, количество мобильных групп в Карачаево-Черкесии для вакцинации увеличено. Сейчас пришла еще долгожданная первая партия пива короны. Сегодня в городской переклинике Черкеска первые прививки ставили жителям республиканской столицы. Об этом подробнее, кстати, можно будет посмотреть в нашем завтрашнем эфире. Да-да-да, в новостях, в новостях смотрите, там все это будет, прививайтесь, кто бы там что в интернетах не рассказывал, прививаться надо, а пока наш эфир продолжит дайджест главных новостей за последние сутки. Горный курорт Архыс официально закрыл горнолыжный сезон. Прошедшие зимой трассы для катания были открыты с 28 ноября по 25 апреля. За это время курорт Карачаево-Черкесии посетили около 600 тысяч человек. Это на 67% превысило показатели предыдущего сезона. Таким образом, на канатных дорогах Архыза за зиму проехало более 470 тысяч гостей, что стало рекордом за все 8 лет работы курорта. Сейчас курорт готовится к запуску летних активностей. Уже в майские праздники отдыхающих ждут туристические тропы, катания на лошадях и горных велосипедах, полеты на парапланах. Летом развлечений будет еще больше. Отметим, что всю зиму загрузка отелей и гостевых домов в туристическом деревне Романтик и поселке Архыс была близка к 100%. В Карачаево-Черкесию поступило 810 доз вакцины EpiVacCorona. Вакцины уже распределены между медучреждениями республики. Всего с начала масштабной прививочной кампании в Карачаево-Черкесию поступило 33 382 дозы вакцин от коронавируса. В республике развернуто 13 пунктов вакцинации. Кроме того, организовано 25 мобильных бригад для вакцинации маломобильных слоев населения и организованных коллективных групп. На утро 28 апреля вакцину всего сделали 26 174 человека. Из них 13 604 жителя Карачаево-Черкесской республики сделали два компонента. Напомним, что EpiVacCorona разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Vector. Всего в России одобрено применение трех вакцин против коронавирусной инфекции. Спутник Ви, EpiVacCorona, CoVivac. В Карачаево-Черкесии в рамках Всероссийского субботника и акции «Вода России» жители региона собрали более 500 тонн мусора и отходов. Больше 36,5 тысяч неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии вышли во дворы, парки и скверы на полянки и берега рек, чтобы привести их в порядок. Так, очищена территория площадью 203 гектара, ликвидировано 28 мест несанкционированного складирования отходов. Особое внимание было уделено уборке водоохранных зон, зон культурно-массового отдыха, территориям вдоль гостевых автодорог и съездам к водным объектам. Также в рамках субботника на территории Карачаево-Черкесской республики высажено 1100 саженцев различных пород деревьев, в том числе в рамках международной акции «Сад памяти». Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов провел встречу с гендиректором компании Solar System Михаилом Молчановым. В ходе встречи Молчанов рассказал о намерении реализовать в Карачаево-Черкесии инвест-проект по строительству объекта солнечной генерации с высоким коэффициентом использования установленной мощности солнечной станции на 100 мегаватт. Он отметил уникальные климатические условия нашего региона. Большое количество солнечных дней в Карачаево-Черкесии открывает большие возможности для развития возобновляемых источников энергетики. Это позволило бы не только привлечь в республику дополнительные инвестиции, обеспечить пополнение налоговой базы, содействовать занятости населения, но и обеспечить республику чистой энергией, создаст условия для развития промышленности. Уже в мае текущего года планируется провести реконструкцию сквера на площади администрации Прикубанского района. Данный участок для жителей поселка Кавказский имеет особую ценность, поскольку эта территория не подвержена ветрам и удобна для детей, кроме того, она находится вдали от проезжей части. Планируется установить новые плиты на площади, а старые будут направлены на благоустройство мусорных контейнеров в поселке. Планируется установить новые плиты на площади, а старые будут направлены для благоустройства мусорных контейнеров в поселке. Плиты станут своего рода пьедесталом для баков. На территории сквера будет заменена плитка и бордюры, будут установлены новые фонари, а также детская площадка. Жители Карачаева-Черкесии вновь смогут присоединиться к масштабной акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». Знакомый миллионам россиян бумажный металлический значок представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, а также его будут раздавать волонтёры. Всего же акция охватит 75 регионов нашей страны. В распространении «Красной гвоздики» примут участие волонтёры Победы. Все вырученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В Карачаево-Черкесии фонд уже помог ветеранам на сумму 1 миллион рублей. А мы переходим к главной теме сегодняшней программы. Итак, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи. Эта дата была установлена в 2020 году постановлением правительства России. К слову, пандемия COVID-19, перерушев глобальный кризис в начале прошлого года, стала серьёзнейшим испытанием для всех врачей. Скорость скорой внесла свои коррективы в жизнь каждого из них. Сотрудники службы скорой помощи стали одними из первых, кто начал противостояние новой инфекции. И сегодня их графики остаются боевыми. Поэтому профессиональный праздник работников скорой помощи – день, когда следует отдать должное труду представителей одного из самых ответственных направлений здравоохранения, поблагодарить работников медицины за их профессионализм, мужество, милосердие и выдержку. Об особенностях работы скорой помощи в Карачаево-Черкесии мы поговорим сегодня с Анзором Ухтовым, директором станции скорой медицинской помощи Черкеска. Добрый день. Я сразу, до того, как перейдём к работе, в вашем лице хотел бы поблагодарить всех работников скорой помощи Российской Федерации, от себя лично, потому что они и меня в своё время возили, дочку мою возили, родителей возили, и я уверен, все наши зрители присоединятся. Наверное, нет семьи, в которой когда-нибудь кого-нибудь не прилетала скорая, не помогала, а кого-то, может быть, из того света в буквальном смысле вытаскивала. Поэтому давайте, вот в вашем лице спасибо всем медикам Российской Федерации и Советского Союза, потому что в своё время меня до 91-го года, ну, как-то я неаккуратно. Да, я присоединяюсь ко всем благодарности, а мы поздравляем вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Но, собственно, я так понимаю, что профессиональный праздник – это не время расслабляться, это совсем не выходной и не такой день, знаете, когда можно забыть о суровых буднях. А у скорой никогда праздников не бывает. Вот эти вот самые будни работников скорой помощи, вот как бы вы их описали, что из себя представляет жизнь скорой помощи в целом? Ну, наверное, очень сложно, добрый день, описать эту жизнь, не окунувшись в неё. Все рассказы, которые бы мы здесь сегодня озвучивали бы, рассказывали бы, всё равно этими словами сложно всё это объяснить, рассказать, показать. Для этого надо поработать там, хотя бы какую-то смену одну пройти, и тогда можно хоть немножко на какую-то долю процента понять. Полную смену, да. Да, тогда можно понять, что это за работа. Но сутки – это разговор. Особенно, если это начинается в вечернее время, когда все люди приходят домой, они начинают вспоминать о своих болячках, и вот тут начинается работа скорой помощи. Либо в выходные и праздничные дни, когда поликлиническая служба закрыта, люди отдыхают, а работа скорой помощи, наоборот, начинает работать. Или летом жара пришла, то есть мы на самом деле примерно представляем массовые пики. Да, массовые пики такие, либо в период сезона Ори, либо в праздничные дни, пусть новогодные праздники, когда Новый год закончился, и на следующий день начинают вспоминать, что у них начинает болеть там, начинает болеть здесь. А у кого-то салатик недоеденный, не в холодильнике? Особенно, если они его съедают на вторые-третие сутки, и после этого, естественно, в первую очередь, служба скорой помощи и все остальное. А кому еще? Наверное, нет. Если театр начинается с вешалки, то медицина начинается с поликлиники амбулаторного звена, либо скорой помощи. А особенно, если это экстренная служба, то, соответственно, конечно, скорая помощь. А кто он, работник скорой помощи? Есть ли, знаете, какой-то качественный портрет человека, который в целом может работать на такой работе? Вы знаете, вот работник скорой помощи, наверное, в первую очередь, если его назвать, как-то описать, наверное, это волшебник, который должен поставить диагноз и пролечить пациента, при этом имея минимум оборудования и инструментария. В этом плане, конечно, большая фора у медицинских работников учреждений крупных стационаров, потому что там есть лабораторные исследования, инструментальные исследования, и все это позволяет в комплексе поставить пациенту диагноз и после этого заняться его лечением. Опять же, родственники не бегают, не сают советы под руку, бывают, наверное, проблемы. Конечно, и не без этого, да. При этом фельдшер, либо врач скорой помощи, это человек, который должен приехать в течение нескольких минут, поставить верный диагноз, определиться с тактикой ведения пациента, то ли госпитализировать его в стационар, то ли оставить на дому провести какое-то медикаментозное лечение. И для всего этого у него есть только атонометр, пульсоксиметр, термометр, ЭКГ-аппарат. То есть МРТ, КТ, УЗИ, анализы крови, мочи, всего этого нет. Максимум у него могут быть еще под руками анализы пациента, может быть, даже годовалой давности. То, что в чемоданчик влезло, вот он с собой. Поэтому вот такой вот у нас волшебник. Мне в этом отношении нравится старая песня товарища Розенбаума, который, как известно, служил в скорой помощи, у него есть песня, у него такой рефрен замечательный, что ничего нет невозможного для врача, для неотложного. По его квалификации нет ученых степеней, но где приносят извинения наше здравое хранение, там кудесники линейные вам помогут всех вернее. Вот то же самое, точка в точку. Вы знаете, мы, наверное, люди, которые далеки от вот этой внутренней кухни работы скорой помощи, привыкли видеть ее как, ну, разве что из кинофильмов, сериалов. Я помню, раньше был такой популярный сериал американский, который был известен всем, «Скорая помощь», да, которая такой навеяла романтический образ работы в скорой помощи. Но мне кажется, наверное, там романтизмом и не пахнет. Скорая помощь из себя что представляет? То есть, когда человек попадает туда, наверняка там суета постоянная. Как вообще оставаться в таком спокойствии, с холодным умом и с горячим сердцем в такой обстановке? Вы знаете, ну, конечно, тяжело. Никто не говорит, что работа скорой помощи, она легкая. Об этом никогда не говорили ни в телевидении, ни в каких-либо других средствах массовой информации. Таких разговоров и не велось. При этом не каждый выдерживает такую нагрузку. И чаще всего молодые специалисты, которые приходят на работу, на службу так называемую «Скорой медицинской помощи», они сразу же в первое время видно, кто из них справится с работой, а кто нет. Быстро проходит этот фейс-контроль? Да, все это буквально, даже чаще всего это все проходится на уровне прохождения практики. То есть, вот взять медучилище наше. С медучилища приходят к нам практиканты-фельдшера, сразу окунаются в работу. Мы стараемся очень максимально приближенно к реалиям подводить их. Они выезжают на все вызова вместе с нашими фельдшерами выездных бригад. И сразу они видят, тянут они эту работу или не тянут. А какие качества должны быть, чтобы тянуть? Кто остается? Какое? В первую очередь, я так думаю, должна быть именно целеустремленность и желание помогать пациенту и спасать его. Все остальное, оно приходит с опыта. То есть, это сначала здесь, потом здесь? Здесь, в первую очередь, должно быть желание спасать людей. Знаете, буквально вчера мы говорили в этой студии с благотворителями, которые говорили о том, что, чтобы делать добро, как раз-таки должен быть холодный ум и горячее сердце. Вот мне кажется, что это общий критерий для всех людей, которые стремятся сделать добро. Не важно, что это за сфера здравоохранения, образования, благотворительность и так далее, и так далее. И очень это радует, когда мы слышим одни и те же фразы, которые доказывают как раз-таки нам, что идея, она всегда победит какой-то меркантильный интерес и так далее, и так далее. Но если мы говорим уже о кадрах, то насколько сегодня высок запрос на поступление в службу скорой медицинской помощи? Хватает ли вообще людей? Вы знаете, вот касаемо кадрового голода, он присутствует во всех малых городах России. Это проблема малых городов, малых регионов. И эта проблема действительно существует не только в Карачаево-Черкесии, особенно это касается врачебного потенциала, врачебных кадров. Даже несмотря на то, что у нас есть свой вуз, который выпускает врачей, сама по себе работа такая, куда особенно врачей идти особо не хотят. То, что касается фельдшеров, тоже не хватает. Как только фельдшера получают маломайский хороший опыт работы, ну, кто-то старается переезжать в более крупные города, кто-то в еще более крупные города, Москва, Санкт-Петербург, в поисках другого счастья, другого рубля. Да, и, к сожалению, хотелось бы иметь побольше у нас специалистов, которые бы обслуживали наше население. Но, несмотря на это, тот коллектив и то количество людей, которые у нас сегодня работают, оно позволяет оказать своевременную и качественную медицинскую помощь. А есть энтузиасты, которые строго к вам? Я почему спрашиваю? Я однажды в медучилище встретил девочку, она бредила медицинной катастрофы. Ровно, вот медсестрой, вот туда, строго только. Есть такие энтузиасты, которые вот сразу, я к вам. Не часто? Не часто. Хотелось бы, но не часто. Есть, когда приходят, посмотрят на практики, им интересно. К нам особенно часто приходят студенты старших курсов института подрабатывать медицинскими братьями и сестрами, именно для того, чтобы получить хорошие навыки, которые им в последующем колоссально помогают работать клиническими врачами. Вырабатывается шикарнейшее клиническое мышление, которое позволяет в последующем оказывать квалифицированную помощь при различной экстренной патологии. Независимо, то ли это сердечно-сосудистая патология, то ли это хирургия, то ли это гинекология. То есть специфика работы такая, при которой сталкиваешься с любой патологией, и ты можешь выставить верный диагноз, если у тебя есть маломальский опыт работы на скорой помощи. От кого зависит успешный выезд в первую очередь? Успешный выезд? Ну, чтобы успели, доехали, хорошо все проверили. В первую очередь, это вот наш мозг, это наш штаб, это вот наша диспетчерская служба, где сидят фельдшера по приему и передаче вызовов. Естественно, в первую очередь зависит от них. То есть насколько квалифицированно они примут вызов, насколько квалифицированно они определятся, где вызов приоритетнее по экстренности. Где может немножко подождать пациент, а где надо отправить здесь и сейчас. И мало того, они прекрасно знают и расположение улиц, расположение домов. Они стараются в максимально короткие сроки получить максимум возможной информации от пациента, либо от родственника пациента во время... Которые на нервах пили. Конечно, конечно. И в этот момент где-то постараются и успокоить пациента, чтобы подождите, пожалуйста, приезжает машина. Потому как, когда пациент ждет скорую помощь, для него минуты кажутся часами, к сожалению. И вот в таких ситуациях, конечно, в первую очередь основную нагрузку на себя берет фельдшер по приему и передаче. Продолжают работать и хладнокровно принимают вызовы, вежливо, деликатно отвечают на все вопросы и либо задают вопросы сами. Вот и нагрузки, чтобы иметь представление в день, сколько вызовов? Ну, чтобы иметь представление, в среднем по городу Черкесску от 140 до 180-200 вызовов и порядка 400-500 звонков. То есть это постоянные звонки, это неумолкаемый телефон, особенно в вечернее время, и неумолкаемый особенно был в период ковида. Вот, кстати, переходим уже к этой теме, потому что наверняка она вскрыла не только какие-то уже наработанные, знаете, такие моменты, которые люди могли применить на практике, но и наверняка вскрылись какие-то особенности, на которые нужно еще больше внимания сегодня уделить. Вот как пандемия отразилась на работе скорой помощи? Вообще изменила ли она как-то жизнь врача, который выезжает на вызов? Вы знаете, мы многим вещам научились в период ковида. Были вещи, с которыми мы не сталкивались, естественно. Многим вещам мы научились. Во многих мы по-другому стали ценить и саму работу, и окружение, и сотрудники друг друга. Ну, больше сплотились, я скажу. Вот эта пандемия, она позволила и сплотить всех людей в коллективе. Все понимали уровень своей ответственности, уровень своей значимости и необходимости, особенно в республике, в период пандемии. Тяжело было, особенно когда только начинали, в летний период времени, когда летом жара 35 градусов, фельдшер или врач выезжающий одевает... Вот этот скафандр... Сверху на себя, не просто он одевает и скафандр, так называемый комбинезон, он одевает балаклав, одевает маску, респиратор, очки, которые потеют, если их нормально не обработать. Их не вытереть изнутри, так то он мой. Ну, тут еще какой нюанс, он садится в машину, едет в этой машине жаркой, после этого он приезжает, заходит в квартиру, выходит, он мокрый, то есть там непостоянная температура тела и температура окружающей среды, она везде, все время меняется. И выходит оттуда, ну, хоть выжимай всего. Плюс мы все понимаем, что еще не во всех многоквартирных домах есть работающие лифты. На пятый этаж сбежать с чемоданчиком. Это, дай бог, пятый. Мало того, сколько было носилочных пациентов, особенно в тот период, когда вот именно была такая пиковая ситуация в первую волну, во вторую волну, носилочные больные, которых нужно было спускать с этажей, это тяжелая нагрузка. Мы вынуждены были даже просить Минздрав, чтобы нам выделили дополнительные единицы санитаров, которые могли бы обеспечить так называемую транспортировку на компьютерную томографию, на госпитализацию. Ношение даже элементарно, подняться к пациенту с ковидом, у которого одышка, и не просто взять с собой чемодан, еще нужно было взять с собой чемоданчик, в котором лежит кислородный баллон, надо было дать кислород пациенту. Некоторые вызывали просто, чтобы подышать немножко кислородом. То есть ситуации были очень тяжелые, но при этом могу со стопроцентной уверенностью сказать, что с честью выходили из этой ситуации сотрудники, никому не отказывали. Максимально старались оказать всем необходимую помощь. Сколько, интересно, веса теряли летом в этих? Прилично. Килограммах несколько набирали? Ну, теряли очень много, но при этом... Это для сравнения, горновой удобный, за смену теряет 5 литров. В машине опять, в теплой машине, вышли на улицу в холод, на холод, потом опять зашли в квартиру, в квартире жара, нагрели квартиру где-то, тепло, потом опять выходят на холод. И вот это разница в температуре. Это сопоставимо с нагрузками у металлургов, за которые у них большие надбавки и молоко за вредность. Это на здоровье влияет тоже, кстати. Потеря жидкости. Наверное, единственный плюс, который был именно для скорой помощи, это то, что дороги были посвободнее, когда был режим самоизоляции. И это, наверное, было важным фактором для того, чтобы элементарно машина скорой помощи быстрее добиралась. Вот мы к водителям подошли. Вот, кстати, да, к водителям и о ситуациях на дорогах. Насколько нынче уважают машину скорой помощи? Вы знаете, вот за последний год можно отметить, что действительно стали уважать. И как только слышат сирену, машины пытаются максимально освободить дороги и предоставить путь для автомобилей скорой помощи. Все-таки появилась какая-то данная. Все-таки это все есть, да. Столкнулись с тем, что действительно скорая помощь просто так сирену не включает. Вы знаете, общаясь с вами, так хочется много вопросов задать, потому что по скорой помощи можно определить в целом даже инфраструктуру города, про подъезды к подъездам, то есть улучшенности. Асфальт, лифтовое хозяйство, все такое. Вот как наблюдаете, что водители говорят? Легче ли стало подъезжать? Наверняка все равно обсуждать. Есть же все равно проблемы. К сожалению, эти проблемы есть, особенно в городе. Если взять сельскую местность, какие там плюсы? Соседи всегда помогают. Особенно, когда касается транспортировки пациентов, когда надо его переложить на носилки, положить в машину. А горожане иногда наоборот разбегаются. Горожане, если это квартирные дома, не каждый готов ночью открыть дверь. Мало того, у нас многие даже не знают, кто живет на площадке рядом с ним. Поэтому, к сожалению, это проблема. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это сквозные улицы, которых уже практически нет. Везде стоят шлагбаумы. Везде стоят фундаментные блоки. Мало того, машины ставят так, что потом невозможно проехать скорой помощи. Если взять ситуацию с дорогами, здесь ситуация гораздо лучше, конечно, чем во многих других регионах. Дороги у нас шикарные. И особенно касаемо и трасс, и город, там дороги хорошие. И если раньше когда-то наши машины уничтожались, особенно ходовая ее часть из-за того, что были ужасные дороги, сейчас этой проблемы не существует, можно сказать так. А хватает ли авто? С автомобилями ситуация довольно-таки удовлетворительная, даже, можно сказать, хорошая. Ежегодно в течение нескольких последних лет федеральным центром выделяются автомобили скорой помощи по всей Российской Федерации. Глава республики совместно с правительством, с органами исполнительной власти ведет активную работу в этом направлении, чтобы наш регион получал как можно больше единиц автомобилей скорой медицинской помощи. Буквально в прошлом году, последнем, вот в прошлом году мы получили 27 единиц автотранспорта. Это автомобили класса Б, класса С. Это машины, которые не просто автомобили, они полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Это карета скорой помощи, как говорили когда-то. Это целая, если взять автомобиль класса С, это целая реанимационная палата, в которой можно оказывать помощь, и не просто оказывать, можно везти даже за пределы республики в какие-то федеральные центры. Поэтому с машинами ситуация довольно-таки приличная, и мы думаем, что в ближайшее время, год-два, мы полностью покроем проблемы, связанные с наличием автомобилей старше пяти лет. Вот, то есть, когда поступает вызов, определяется даже на какой машине выйдут по аналогу, который представил пациент. У нас немножко специфика работы, что есть служба скорой медицинской помощи по городу Черкесску, есть медицина катастроф, то есть служба, которая занимается медицинской эвакуацией. Вот при данной ситуации, если это медицинская эвакуация пациентов из одного лечебного учреждения в другое, для дальнейшего лечения, либо для каких-то диагностических манипуляций, мы берем автомобили класса С, которые необходимы там вместе с реаниматологами, с врачами, которые их сопровождать будут. А то, что касается оказания медицинской помощи именно населению города, когда вызывают скорую помощь, там идут автомобили класса В. Сколько на вскидку сегодня людей работает в скорой помощи города Черкесск? Вы имеете в виду штатные единицы? На какую вам скидку? Я вам скажу. Давайте в штат. По скорой помощи водителей, фельдшеров и врачей работает порядка 120 человек. Плюс у нас идут уже медицина катастроф, свои врачи тоже и фельдшера. А в диспетчерской сколько? В диспетчерской службе у нас занимается 12 человек. Вот что бы вы хотели сегодня пожелать всем этим людям, своим коллегам? Спасибо за возможность поздравить своих коллег. Уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники служб скорой помощи в Карачаево Черкесской Федерации, и нас смотрит не только Карачаево Черкесия, но и Северо-Кавказский Федеральный округ. Хотелось бы от всей души всех вас поздравить с сегодняшним праздником. В первую очередь пожелать крепкого здоровья. Кавказского долголетия, о котором мы всегда говорим, и о котором мы все хвастаемся, что только на Кавказе у нас живут долгожители. И хочу пожелать, чтобы вы всегда получали не только морально, но и материальное удовлетворение от своей работы, и ни одного дня не жалели о том, что вы выбрали именно эту работу. Спасибо вам большое за то, что вы через нас все-таки поздравили своих коллег. Мы вам желаем сбычу всех меч, потому что, наверное, когда сотрудники все довольны, и руководитель доволен. Спасибо большое. А сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет, собственно, о том, как собираются на выезд сотрудники скорой помощи. И здесь мы увидим ответы на такие важные вопросы. Например, что же все-таки лежит в этом желтом чемоданчике, и как выбирают, кто поедет на какой выезд. Внимание на экран. Скорая Черкесск. Здравствуйте. Что случилось у вас? Плохо с сердцем. Адрес скажите, пожалуйста. Сердце станции скорой помощи диспетчерская. Здесь круглые сутки принимают и обрабатывают входящие вызовы. Кому-то плохо с сердцем, у кого-то высокая температура. Команда оперативного отдела ежедневно обрабатывает сотни обращений. Телефонные звонки здесь практически не смолкают. За смену поступает от 50 до 150 вызовов. От чего зависит? От погоды, от настроения, от эпидемии. Вот такие цифры, вот так варьируются. От 50 до 150. Наталья Саркисова работает на скорой больше 30 лет. Сначала была фельдшером и выезжала на вызовы. А последние три года принимает их. За это время она слышала сотни тысяч тревожных голосов. Но даже такие моральные и физически тяжелые ситуации не уменьшили ее любовь к профессии. Работу свою очень люблю. Поэтому уходить пока не собираюсь с работы. Смена так же, как и у фельдшеров, 12 часов. То есть вся смена работает 12 часов. Кто-то по желанию или в связи со сложностями добирания, добраться до Черкеска работает сутками. Ответственность на диспетчерах большая. Им нужно понять степень тяжести больного и решить, какую бригаду отправить на вызов. Ведь на том конце провода человек может находиться буквально на последнем дыхании. Владимир Михайлович, мне, пожалуйста, форосимид один, церукало два, преднизолон тоже парочку и физраствор. Волшебный чемоданчик, как называют его работники скорой, незаменимый спутник на смене в этом оранжевом сундуке. Самые необходимые медикаменты на все случаи жизни. Поэтому его вес может достигать 10 килограмм. Но носить свою мини-аптеку фельдшеры уже привыкли. Это самая главная вещь каждого фельдшера. Самый наш главный атрибут. На каждый вызов мы едем именно с ним. Здесь у нас лекарства, шприцы, перчатки, термометр. В общем, все наше оборудование. Раньше, конечно, они были металлические, тяжелые. Сейчас полегче. Да и более красивые, яркие такие. Поэтому, собственно говоря, с ними связана вся наша скоропомощная жизнь. Не тяжело как девушку носить? Ну, бывает, конечно, тяжело. Особенно в конце рабочего дня. А так, нет, мы уже привыкли. Мы с ними не расстаемся. Поэтому, нет, уже нет. Первичные анамны своих пациентов они знают заранее. Вся информация о больном приходит фельдшерам на планшет. По такой схеме они работают не первый год, чтобы не терять драгоценное время. Возвращаемся в студию. Продолжаем говорить о скорой помощи и тех, кто там работает. Два новых гостя в нашей студии. Врач скорой помощи Евгения Калинина и фельдшер по приему и передаче вызовов, о чем мы как раз говорили. А, Фатима Кишинова, добрый день. Добрый праздник. С праздником, соответственно. Спасибо большое. Спасибо, что вырвались. После смен, наверное, не часто находится время на что-то так прийти, в студию поговорить. Сколько для со смены? 12 часов? Сколько? 12 часов. Вот, знаете, хотелось бы спросить у вас, какое состояние, когда вы идете на смену? И когда вы идете со смены, насколько это большая разница, особенно, наверное, в эмоциональном состоянии? Фатима Албекировна. Я вам честно скажу, на работу с удовольствием иду. Я очень люблю свою работу, свой коллектив. Я прям не дождусь, когда смена начнется. Сколько у вас в смене человек? 20 человек. 22-20. Ну, вот одновременно. Вы сидите в смене. Ну, 20-22. Это наша смена. Как у вас там атмосфера? Ну, кроме заводков. У нас замечательная. Моя смена, это такая самая веселая. Все молодые, опытные. Они очень грамотные. Молодые, но уже опытные. Да. Так, хорошо. Очень грамотные девочки, мальчики у меня работают. Ну, что я вам скажу. В течение дня, в течение работы, конечно, устаешь. Когда весь негатив населения, все болезни проходят через мозг, конечно, домой идешь уже. Ничего не хочется. Переживаете? Пропускаете через себя? Пропускаю, конечно, конечно. Очень пропускаю. Я даже, когда утром иду на Льву, Всевышнего прошу, чтобы день был хороший, чтобы у нас никто не умер, чтобы все было хорошо. То есть для вас как раз таки хорошо, когда поменьше вызовов, поменьше работы. Ну, и для жителей Черкеска тоже хорошо. Сейчас, конечно, тяжеловато нам. В связи с пандемией было очень тяжело. Вызовов было очень много. Мало того, много, но вот в первый период тяжело было, потому что люди были в панике. Телевизор и интернет нас напугали. Да, они были в панике. Что такое? Они истерили, конечно. И мы старались, конечно, психологически успокоить каждого больного и старались вовремя оказывать помощь. Евгения, а вы как вспоминаете время первой, второй волны? Какими словами? Тяжело было? Тяжело было. Почему было тяжело? В чем? В чем тяжело? В чем тяжело? В чем больше пришлось ездить? Люди... Очень много было вызовов. Во-первых, больше. Люди были все напряженные, естественно. все требовали максимум внимания. А когда у тебя в костюме ты работаешь потный весь, мокрый, нужно включать мозг, думать, что делать, что делать, как делать, что делать. И вот этими перчатками две-три... Сколько там перчаток-то на руках? Две пары. По две пары. Надо было еще там что-то из ящика ими достать. Да, это мало того, нужно было и тонометром померить давление. Это, наверное, самое тяжелое было в это время. Право скульптировать, то есть послушать легкие, грубо говоря. А как одевали-то? Так одевали. В скафандр. Это реальное испытание? Это испытание, да. Самое большое испытание было в жару подняться на пятый этаж. С кардиографом, с чемоданом. Вот мне кажется, что вот ваши коллеги очень добрыми словами меня вспоминали, когда спускались с моего пятого этажа, в котором, собственно, нет лифта. И я всегда так переживала. У меня четвертый, у нее пятый. Да, то есть вроде бы не виноват, да, человек, который вызвал? Ну, пять этажей всего. А как с этим бороться? Это работа, да. Помните ли вы свой первый выезд? Самый первый. Самый первый, когда вызвали и когда вы столкнулись вот этой вот реальностью. Самый первый, наверное, тяжелый, я помню, выезд. Его, наверное, никогда не забудешь, потому что кто был? Идя на работу, вот как Фатима Бекировна говорит, просишь Бога, чтобы у тебя смена прошла хорошо, чтобы у тебя не было тяжелых больных, чтобы сегодня в городе никто не болел и не умирал. Самый тяжелый, я, наверное, помню случай, потому что самый первый, он был, наверное, не такой, может быть, запоминающийся. Затем все чуть-чуть. Тогда был одинокий мужчина с ампутационной культей, одно из ног, то есть инвалид первой группы, и по симптомам у него был инфаркт миокарда. При этом, при всем, у него был кардиогенный шок, то есть он потерял давление. Мы в этот момент с медсестрой пытаемся снять кардиограмму, поднять давление, отправить кардиограмму в сосудистый центр, определиться с дальнейшей тактикой, и при этом, при всем, он один в квартире на четвертом этаже. И весит, наверное. То есть достаточно крупный, а мы вдвоем две девочки, грубо говоря. Короче, это его было тяжело, наверное. Нам нужно было его спустить, чтобы госпитализировать. Максимум у нас один мужчина, это водитель, который может нам помочь. Ну, он там внизу. Хорошо, были хорошие соседи. Нам очень повезло, потому что у меня действительно, почему я этот вызов запомнил, у меня была паника. Человека нужно было быстро госпитализировать, потому что от наших действий, быстрых зависело его жизнь, скажем так. Время тикало. Нам помогли соседи, я им очень благодарна, если не помнят нас, смотрят. Мы доставили очень быстро пациента. А каковы главные качества? И на данном моменте все хорошо. Даже сейчас вы следите за его судьбой. Не то, чтобы слежу, но просто мы, когда приезжаем в сосудистый центр с другим пациентом, нет-нет, у врачей спрашиваем, а как там наш тот больной, как наш этот больной, как предыдущий. То есть есть врачи, которые там тоже далеко не бессердечные. Это совсем не история про проходящих пациентов. Близко общаемся и друг у друга спрашиваем. Исходя вот из этого случая, какими качествами главными? Ну понятно, что врач скорой помощи должен быть квалифицированным, специалистом, хорошим. Как любой врач. Как любой врач, да. Вот сверх этого, какие еще главные качества у него должны? Я думаю, в первую очередь... Железные нервы, хладнокровие, как? Не знаю, про железные нервы. Сильные ноги на пятый, как? Хладнокровие, я не знаю. Я считаю, я вам скажу про себя лично, да. Я просто отношусь к каждому пациенту как к своему предполагаемому родственнику. То есть, ты приходишь на вызов и думаешь, это, например, твоя бабушка, это твой дедушка, это твой дядя, как бы ты поступила, как бы ты сделала. То есть, максимально вкладываюсь в человека, по-другому, честно, не могу. То есть, буду сидеть до последнего, пока давление не снизится. Вот Фатима Увикирова у нас скажет, иногда я бываю на вызовах по полтора часа, задерживаюсь, но я не могу уехать. Если давление держится, 240-260, а человек, например, один вообще совершенно дома... Как его оставить? Реально, как его оставить с таким давлением? Его не оставишь до последнего, с ним. То есть, я считаю, первое качество это человечество. С одной стороны, это безусловно профессионально, да, а с другой стороны так и сгореть можно. Как сбрасываете накопившееся напряжение? Часто езжу отдыхать. Помогает? Да, я люблю путешествовать со своим сыном. То есть, все-таки семья это тот облажный, который помогает каждому вернуться в нормальное состояние. Фатима Аубикировна, а вот вы как все-таки расслабляетесь после рабочего дня? Чайок, может быть, печете, готовите? Я очень люблю готовить. Очень люблю готовить. Люблю гостей. У меня всегда полон дом гостей. У меня семь внуков, поэтому они иногда праздник не устраивают, конечно. Ну, после работы я иногда такая прихожу, что я даже разговаривать с ними не хочу. они бегают, щебечут. Дайте бабушке время, никто не пострадает. Они стресс снимают хорошо. Семья у меня самое главное. Что здесь, что здесь. Близкие. Да. Самая главная семья. А коллеги ваши это уже часть семьи? Это еще одна семья? Это даже неоспоримо. Это не то, что это мои дети, вторые дети. Я к ним отношусь тоже как какие они? Вот вы сказали, что они веселые. Какие еще? Они между вызовами Мальчики и девочки. И мальчики, девочки веселые, да, они могут тоже быть веселыми, где надо быть построже, поскромнее. Ну, у нас качество самое главное это быть психологом. Я считаю, психологом. Бывает, вот человек позвонит, просто беседа, душевная беседа иногда человеку уже лучше. Уже, да? И тот точно так же на вызове. Фершер заходит, побеседует с бабулей там, или там с дедушкой. Все, у них уже все хорошо. даже присутствие человека в белом халате их уже умилотворяет. Фатима Бекировна, а как помогать самой себе для того, чтобы, знаете, выдержать вот этот поток человеческого, знаете, иногда злости оправданной на ситуацию, в которой он оказался, иногда возмущение, потому что, как сказал ваш шеф, что каждая минута ожидания это час для человека. Человеку реально кажется, что час прошел. А иногда просто безысходность, которая превращается в панику. Конечно. Как себя потом снять этот же стресс, который вас накатил? Ну, как снимали? Как снимали? У вас же вот еще минуты следующий вызов, а вам надо его с нуля начать? Вы знаете, просто общение с коллегами, обсуждение этого же вызова уже как-то немножко успокаивает. Пока экипаж не доедет до вызова, конечно, очень напряженном состоянии организм находится. Ну, когда уже звонки прекратились, даже если 5 минут, они могут разов в 10 позвонить. Ну, по возможности успокаиваем их, конечно. Вот, подъезжают, вот вы чуть-чуть потерпите, потерпите. Если там судороги, голову держите, чтобы язык не запал. То есть, консультируйте. как бы так успокаиваем. Но тех людей можно понять, у них на глазах что-то происходит. Конечно, конечно, очень понятно. Конечно, когда твой родной человек умирает, это страшное дело. Страшное дело, конечно. А приходилось с этим сталкиваться? Ну, а как же? А как же? Бывает вот к вам ведь непростые умирает, вот вызов умирает. Скорая приехала, там уже или тромбануло человека. Или травма. или труп на месте. Тут уже ничего не сделаешь. Эти случаи... Там уже успокаиваешь родственников, помощь им оказываешь. Там у них надо давление снижать. эти случаи, они... Каждый новый, он становится проходящим в том плане, что он облегчает память от предыдущего. Или каждый из них бьет в сердце. Нет, такие случаи, к сожалению, копятся. Такое мало забывается. И после каких-то таких тяжелых случаев, что касаемо смерти, приезжаешь еще наверное долго отходишь. У меня был очень тяжелый случай, о котором я не хочу пока говорить, да я сейчас здесь, после которого смены тяжело отходили. Говоря уже о том, что я пришла домой и... Вся смена. Не то, что там человек... Очень долгое время и до сих пор я его диспетчер. Вся смена. Вся смена. Мы все понимаем, То есть, на самом деле, иногда приходится и вас еще спасать. Как минимум психологически. Вот почему мы сегодня говорим об этой стороне работы, потому что очень хочется, чтобы те пациенты, которые вызывают скорую помощь, изначально надеялись на лучшее все-таки, они не были негативно настроены, потому что все мы люди, все мы понимаем, в каком эмоциональном состоянии может находиться человек, но все-таки иногда нужно подумать и о тех, кто к тебе едет. Ну вот давайте все-таки о позитивном. Сменим тебя. Да, да, да. Что самое лучшее в вашей работе? Наверняка есть моменты, когда вот вы едете с выезда или поговорили с человеком, который вызвал скорую помощь и понимаете, все, сегодняшний день уже ничего не испортит, потому что вот этот вот случай. благодарность, благодарность, когда люди благодарят, когда люди говорят спасибо в конце вызова, когда ты уходишь с квартиры, от тебя провожают и до машины с огромными словами благодарности, не только конкретно нам, а вообще в общем, да, нашей организации, потому что некоторые говорят, вы самые лучшие, спасибо вам, вы спасаете жизни, спасаете людей, это самое лучшее, ты садишься в машину, едешь, довольный и счастливый. Хотя, перезванивают? А как же? Ну-ка, перезванивают, с благодарностью. Что вот вчера я вызывал, вот теперь все хорошо. У нас есть категория хронических больных, мы даже их по голосу узнали, у нас очень много их. Они категорически не хотят работать с поликлиникой, они только скорую хотят. Вот нам положительный опыт с вами. Это уже это наши потенциальные, как бы... Подопечные, можно так сказать. Мы по голосу узнаем, с раком, Валентина Ивановна, ну, всех мы знаем. И, знаете, вот фельдшер оказал помощь, и тут же звонят. Спасибо вам большое. А вас узнают на улице, например, после того, как вы съели... Ну, в долгое время, когда вы, к счастью, видели лица всех спасающих нас людей, узнавали на улице? Некоторые не только меня узнают. Я больше скажу, я была очень поражена, когда даже нашли номер телефона мой, и на WhatsApp пришло сообщение со словами «Доктор, благодарю вас, вы оказали помощь, вы спасли жизнь, у меня до сих пор на WhatsApp сохранено это всё». Для меня это было вообще удивление большое. То есть, одно дело получать при прямом контакте с человеком слова благодарности, а другое, это совершенно... человек не поленился, приложил усилия, значит, реально вот ему нужно было поблагодарить «Доктор». Распирало. Это было бы очень приятно. Очень. Но всё-таки, вы знаете, хочется всё в позитив уходить, но работа сотрудников скорой помощи наполнена такими историями, которые, ну, не всегда позитивные, весёлые и развлекательные. тяжёлые случаи, они в скорой помощи. Такая специфика с ними не будет. Вызовы на проблемы детей оставляют особое какое-то впечатление? Обязательно. Если ребёнок, в самую первую очередь мы посылаем детям, потому что, ну, это самое главное у нас дети. К сожалению, педиатров у нас нет у нас в скорой. Но, тем не менее, наши фельдшеры, они опытные, они помощь оказывают, если надо, госпиталируют. Но дети у нас всегда на первом месте. Тут это как раз вот маленькая ремарка, как раз про квалификацию врачей скорой помощи. Педиатрия отдельная большая область знаний и совмещать в одной голове и то и то. К сожалению, педиатров нету. Это сурово, это надо уметь и знать. Ну, у нас есть связь с приёмным отделением детской больницы, мы всегда держим связь, советуемся, как, что поступить. Если, например, бывают мамочки отказываются от госпитализации, а ребёнок тяжёленький, понимаете, ну, ответственность брать фельдшер на себя тоже не может. Мы потом связываемся с приёмным, по кому, или же с детской поликлиникой, актив делаем, чтобы этого ребёнка обязательно посетил педиатр. Евгения, вот про мамочек. Всё-таки одно дело, когда человек эмоциональный, но он вызывает насчёт самого себя, это одна сторона вопроса, но мне кажется, это нужно умножать в 10, а то и в сотню раз, когда мы говорим о волнующихся матерях, которые вызывают врача своему ребёнку. Как нужно действовать в этой ситуации, потому что наверняка нужно и успокоить маму, и заняться осмотром ребёночка. К сожалению, такое тоже бывает. И отца тоже бывает, успокаиваем. Мы больше папаши. На своём опыте меня рубило жутко. Два случая были, густые, как меня рубило. Я как-то сидел в сторонке, молчал. Я боялся рот открыть, потому что понесёт меня, истерить начнёт. Не дай бог. Врачи работали, всё отлично сделали. В первую очередь успокаиваем маму быстро, за 2-3 секунды, чтобы не мешали. Чтобы осмотреть ребёнка. Ну, а там уже по ситуации. Срабатывает? Ну, конечно, да. А вот оказывались ли вы сами в роли тех, кто вызывает скорую помощь, уже работает там? Ну-ка, ну-ка. Нет, я не знаю. И слава богу, да? И слава богу. Ну, да, я одно время очень сильно болела, да. Каково быть вот с той стороны телефона? Ну, как вам сказать? Я там работаю. Не просто? Да. и они мне помощь оказали отвези в стационар в углу, конечно. Вот тут вот тоже вопрос к Евгении, которая, собственно, с глазу на глаз встречается и с такими пациентами. Говорят, что нет ничего неблагодарнее, ну, утрированно скажем, чем лечить коллег или врачей. Вот у вас это совпадает. Вот, потому что врачи, к сожалению, иногда и знают лучше, иногда и сами тебе начинают советовать что-то. Вот как тут действовать? Потому что наверняка все равно, особенно во время пандемии, выезжали и к врачам. Выезжали, да, не отрицаю. Вот как тут действовать? Много бывает, когда сталкиваешься со своими коллегами, как и напрямую с врачами, и с младшим медперсоналом. Но у меня не было каких-то казусных ситуаций, скажем так. Всегда все было более позитивно, на доброй ноте. Да тут же и консилиум можно собрать. Я могу сказать так со своей стороны. Я сама мама, и когда болеет мой ребенок, честно, мой профессиональный мозг, он выключается. Логика может отказать нервную ситуацию. я звоню своим друзьям, врачам, и спрашиваю, вот у меня такая ситуация, что-то может подключить еще, убрать, что добавить. Ну не случайно, нельзя лечить. Да, и когда ты сам болеешь, то же самое, мне кажется, лучше посоветоваться с кем-то другим насчет себя. Поэтому я не скажу, что какие-то конфликтные ситуации возникают. Наоборот, мне кажется, как ты к человеку относишься, так он к тебе отнесется. То есть, с каким сердцем и душой, как ты заходишь с порога, ты начинаешь улыбаться, говорить, добрый день, что случилось, что произошло, так же и к тебе относятся. Знаете, на сегодня такая передача и я понимаю, что общаясь с вами и у меня меняется и отношение к скорой помощи, не потому, что оно было какое-то негативное или злобно настроенное, а потому, что мы всегда просто боимся этих людей, признаюсь, потому, что скорую помощь мы звоним, но когда уже совсем плохо. А с другой стороны, мы относимся, как к волшебникам. Не пойду к врачу, пока не повезут, уже. Вот это, наверное, такое наше сознание, хотя под днем все это изменило. Потому что все уверены, что приедет скорая и все разрулит. Эти, эти разберутся. Я желаю вам, чтобы у вас было побольше благодарных тех самых пациентов, чтобы вы не сталкивались с такими случаями, которые плохо отразятся и на самочувствии, и на психологическом состоянии. Это речь и про смерти, к сожалению, и про тяжелые болезни. И надеюсь, что всегда, вот как сказала Фатима Аубикировна, что вы будете идти на работу с улыбкой, с ожиданием встречи с коллегами и с ожиданиями новых, но не тяжелых. И обратно домой тоже с улыбкой. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что оставались с нами на протяжении последнего часа. Всего вам доброго. Увидимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова